Всем привет, с вами Синг. Сегодня поговорим об области непознанного. Я прошел сюжетку и по моему скромному мнению, это лучшая история в рамках виртуалки. По крайней мере, самое понятное. Поехали. Квест начинается с тревоги Скрулума. В виртуальной вселенной появилась новая массивная полость, которая не поддается наблюдению и взаимодействию. Связана она с войной школ, но что это такое мы выясним в процессе изучения лора. У Герты так сильно чесалась пятая точка, что она залезла в новую виртуалку без мыла и последние 33 часа не отвечает на сообщения. Скрулум беспокоится и просит нас найти Герту и вытащить из матрицы. Еще во времена золотых шестеренок мы узнали, что Руперт II был существом из плоти и крови. Но при этом он сохранил воспоминания первого Руперта, который был роботом. Органический Руперт создал систему скипетров. Эти инструменты были разбросаны по всей механической империи и были чем-то вроде внешних нейронов мозга, которые позволяли Императору делать невероятные вычисления и следить за всем происходящим. Когда Император в очередной раз проиграл, КММ передали скипетры своим подельникам, гильдии эрудиции. Но ребята не смогли нормально поделить игрушки Руперта. И все это еще и наложилось на энергетическую войну. Что это за конфликт мы до сих пор не в курсе. Кроме нынешнего сюжета он упоминался только в двух предметах. Цена за мир и в медали Эры изысканной крови. Я заметил одну интересную деталь, которая потерялась в русском переводе. На английском это не просто Energy War, а Interstellar Energy War. Sorry for my pronunciation. Я понимаю, что между Interstellar и Interastral есть некая разница. Но меня все равно не покидает ощущение, что в этой неизвестной войне снова виновата КММ. Но может когда-нибудь и узнаем. Возвращаемся к сюжету. С Крюллом говорит о том, что нынешняя ситуация возвращает нас к самому первому исследованию Герты, которое сделало ее знаменитой. Численному методу поиска солитонных решений. И это довольно странно. Кстати, на портрете Герты до сих пор написано алгоритм уединенной волны. Но это и есть численный метод поиска солитонных решений. Почему не изменили надпись, я не знаю. Чисто для справки простым языком. Солитон это такая устойчивая волна, которая ведет себя как частица в нелинейной среде. Есть множество разнообразных проявлений этой волны. Самый наглядный пример это цунами. Мы привыкли к тому, что волна со временем гаснет. Ну вот, где-то на дне океана происходит разрыв и созданная волна внезапно распространяется на сотни километров с высокой скоростью и при этом не ослабевает. Вот это и есть солитон. Кстати, рекомендую почитать многоликий солитон Филиппова. Интересная, но душноватая вещь. Можно было бы еще рассказать о пузыре Алькюбьери, который теоретически допускает создание варп-двигателей. Но тогда ролик выйдет на пару часов. Суть до дела, мы находим Герту, которая чилила возле области непознанного. С ней все хорошо, просто 34 часа пролетели незаметно. Внезапно гений задает вопрос, знаем ли мы о круге знаний. В игре есть простое объяснение, оно на экране. Термин чертовски старый. Еще древние греки размышляли на эту тему. Короче, Герта надела шапочку из фольги и толкает такую телегу. Каждый раз, когда она должна была сделать какое-то невероятное открытие, происходило загадочное говнище. Как будто кто-то специально ей мешает. Скроллум считает все это какой-то ненаучный шизой. Но интуиция Герта говорит о том, что это не случайности. Скроллом предполагает вмешательство Эона Энигматы, Мифуса. Опустим пикировки двух гениев. Мы вылезаем из виртуалки и слушаем диалог. Официальная версия по поводу скипетров такова. Ученые заполнили их множеством тупых вопросов. Скипетры израсходовали вычислительную мощность и превратились в обычные железяки. Герта в эту туфту не верит. Поэтому она решила смоделировать систему скипетров Руперта виртуалки, а потом позадавать им вопросы. Так, как будто мы будем общаться с самим механическим императором. Плюс у нее есть свой шкурный интерес, потому что в конце войны школ кто-то неизвестный уже пробовал провернуть этот же трюк. Да и вопрос был про первую работу Герты. И главный герой отправляется выполнять всю грязную работу. И следующие 20 глав сюжета находятся в секретах освоения. Главной героиней становится ученая по имени Потавия Адлер Сомервиль. Но мы будем называть ее коротко Потавия. Одна из школ предсказала, что анализ неорганических клеток породит нового гения. И это пугает научное сообщество. Потавия размышляет, что это может быть либо новый Руперт, либо кто-то из ученых, которые грабят наследие императора. А затем происходит ключевой момент. Перенеся свою лабораторию уже в третий раз, она находит один и тот же сигнал. Солитон. Казалось, что это голос, существующий одновременно всегда и везде. Герта дает небольшую справку. Потавия первую половину жизни была безызвестным ученым. А потом чуть ли не самой выдающейся персоной гильдии эрудитов. Сигналы, которые поймала Потавия, могут быть ключевой уликой в расследовании Герты, которая позволит ей подобраться к сингулярности знаний. Сингулярность знаний это некая точка, в которой происходит качественный скачок в понимании жизни и вселенной. Как, например, создание астрального компьютера, который стал воплощением эрудиции. Но Герта использует примеры попроще, типа первого приручения огня. Сигнал, который обнаружила Потавия, был солитоном вселенной. Переносимся на конгресс футурологов. Гильдия эрудитов собралась и начала решать, как делить вычислительную мощность скипетров между учеными. Нам представляют разных участников, например, Стендера Дала, который хочет создать совершенного ученого. А для этого надо отдать всю систему скипетров одному человеку. Затем впервые мелькает женщина в воздушной юбке конфетного цвета, но мы не можем ее идентифицировать. Хороший такой был намек на польку. Затем школа межзвездной энергии предлагает поделить вычислительную мощность между четырьмя школами, чтобы все были довольны. Одни упоролись в энергию, и тут снова возникает энергетическая война. Вторые решили поиграть в генетику. Третья идея немного попахивает то ли порядком, то ли гармонией, и связана с единством. Последние ребята решили моделировать и предсказывать будущее. Маленький спойлер, все закончат очень плохо. Потавия это понимает, но ничего сделать не может. В конце конгресса нам немного флексят ценностью скипетров, мол, одна сотая сравнима с флотом, одна десятая уничтожит звезды и так далее. Потавия прошла проверку темы и подала заявку на квоту скипетров. Идея изучить сигнал была слишком сильна в ее голове. Внезапно Потавии выделили одну десятитысячную часть вычислительной мощности. Не смейтесь, это реально много. Понятное дело, что для цели ученой этого не хватало. Но что поделать? Система скипетров оказалась не такой эффективной, как предполагала гильдия эрудитов. После смерти императора скипетры оказались в самоизоляции и утратили способность общаться друг с другом. Поэтому ребята из школы чистого созидания буквально прокинули между скипетрами кобеля и какие-то пространственные провалы. И при этом отобрали квоту Потавии как настоящие черти. Еще и оккупировали лабораторию. Ученая умоляла дать ей хоть немного времени, чтобы не прерывать эксперимент. Потавия и другие ребята из лаборатории пытались помешать школе чистого созидания. Но их всех уложили мордой в пол. Годы работы Потавии гибнут прямо на ее глазах. По сути, произошел банальнейший рейдерский захват. И из-за подобных ситуаций соперничество очень быстро перетекает в полноценную войну школ. Потавия хотела продолжить изучение скипетров даже в такой ситуации. Но ее изгнали. Герта считает этот момент симуляции очередным кирпичиком в теорию предела круга знаний. И вспоминает все неудачи. Тут даже ГГ начал догадываться, что 19 катастроф на Синеве, это планета, которую вечно спасает Герта, вот вообще не случайность. Единственный светлый момент в этой части истории, а объединение скипетров не дало результата. Лично мне кажется, что скипетры во многом связаны с уравнением антижизни. Потому что ассистент начал испытывать к ним искреннюю эмпатию. Плюс ядра внутри них издают странные звуки и как будто реагируют на внешние раздражители. В следующей истории повествуют о падении школы совершенной эволюции. И в продолжении темы это связано с антиорганическим вирусом. И тут мелькает один очень странный моментик. Во время эксперимента над каким-то неизвестным беднягой, в конце упоминается активатор совместимости приматов. Учитывая, что доктор примитив номер 64 в обществе гениев, теоретически он мог жить 200 янтарных эр назад. И в очередной раз похлопаем гуманистам из гильдии эрудитов, которые не отстают от старших товарищей из КММ. Школа совершенной эволюции проводила незаконные опыты, где инфицировала людей антиорганическим вирусом. И чё-то это такое мрачное дерьмо, что сама Полька Какамонт пришла разобраться с этим делом. В итоге вся школа была поражена случайно созданным антиорганическим вирусом. Десятки тысяч ученых стали считать себя солдатами Руперта, Руперта, захватили скипетры и устроили войну, которую пришлось закончить с жесточайшей зачисткой и уничтожением 122 скипетров. Зараженные ученые, ну, те, что остались в живых после всего этого, были лишены прав на исследование и, по сути, сели в тюрячку. Школа совершенной эволюции была уничтожена. Концовочка вообще отличная, особенно ответы на эти вопросы все понимают без слов. После этой потрясающей главы в истории гильдии эрудитов, КММ сократила поддержку для школ и создала свою школу, которая подмяла под себя всё. Когда Полька убивала первого зараженного антиорганическим вирусом, он вспомнил её имя и то, что она убийца императора. И первого и второго получается. Герта как раз к этому ведёт и считает, что Владычица Безмолвия таким образом не давала Руперту выйти за предел круга знаний. И затем следует Клиффхенгер, который непонятно когда раскроется. Герта удивляется, что Полька прожила так долго и упоминает слухи об устройстве Эоны Небытия. Это крайне загадочное. То ли организация, то ли место, то ли ещё что. А может и всё вместе. Устройство 9 или как я слышал в английской озвучке устройство IX как-то связано с Доктором Примитивом. А ещё эту организацию ищет Ахерон. Нам пока остаётся только гадать. Следующим местом действия становится библиотека Исмаил. Вы можете помнить это место по золоту и шестерёнкам. Её отгрохал Карапао на деньги КММ для гильдии эрудитов. А ещё в ней происходили всякие ужасы и Полька немножко работала за точкой. Во время праздника по случаю юбилея гильдии эрудиции начались волнения среди учёных, которые были недовольны сложившейся ситуацией вокруг скипетров и КММ. Библиотеку защищали вооружённые археологи. И что иронично, облачены они были в механическую броню. Пламя конфликта вспыхнуло очень легко, и археологи стали усмирять устройством подавления демонстрантов. Но кто-то из защитников библиотеки зафакапил, плазменным оружием вызвал серию взрывов, отклупав приличный кусок от библиотеки, разрушил канал для гиперпрыжка, и с этого момента началась настоящая жара. В конце главы стоит запомнить фразу про бабочку истории, потому что это выглядит как намёк на то, что горячую фазу конфликта спровоцировала Полька Кокамонт. Независимые учёные захватили библиотеку и начались переговоры. Но нам это не очень интересно, потому что фокус истории возвращается к Потавии. Обменявшись опытом с другими учёными, она возвращается к исследованию Салитона Вселенной. Но найти источник сигнала не получается, а ведь с помощью этих данных можно было бы просчитать траекторию движения Вселенной и узнать, будущее хаотично или предрешено. Третья глава шествия Исмаила снова рассказывает об очередной неслучайности с Гертой. Но что более интересно, мы узнаём, что переговоры независимых учёных и гильдий эрудитов закончились созданием Совета Заурядностей. Это скрытая масонская ложа внутри гильдии эрудитов, в которой состоит доктор Рацию, и в ней заседают самые выдающиеся умы. Про Совет Заурядностей наконец-то навалили лора, но обсудим мы это во втором видео про сюжет новой виртуалки. Следующий эпизод очень напоминает работу фикциологов истории, и я не о рассказе, а о самом событии. Какой-то полурелигиозный фанатик по имени Иглай из школы относительного познания начал подвергать сомнению все знания и упрекнул гильдию эрудитов во Вселенской Тирании. Его адепты сжигали книги, раздавали листовки и топили за всякое нехорошее. КММ прислала целый флот для усмирения беспорядков. В это время кто-то использовал скипетр для уничтожения маяка синестезии в этом сегменте космоса, и все перестали понимать язык друг друга. Пока происходила полная неразбериха, Потавия решила в одиночку пролететь через Клостью, где взорвался маяк, и найти железный трон Руперта. Чем ближе мы подлетаем к месту назначения, тем сильнее удивляется Герта. То место, откуда шел Солитон, это вычисленное мгновение НУС, эона эрудиции, а сам Солитон, это волны от ее мыслительного процесса. Прикол в том, что высчитанное НУС мгновение и база Руперта оказались в одном и том же месте. Совпадение? Не думаю. И Потавия смогла найти железный трон Руперта. Само место является воплощением уравнения антижизни. Это заметно сразу. Например, море органических цветов, растущих на неорганической материи. Весьма вероятно, что Руперт предвидел свою гибель и поставил рядом с троном Кенотав. Это памятник, аналогичный надгробию, но находящийся там, где не содержатся останки покойного. Символическая могила. Потавия понимает, что истока Солитона ядром системы скипетров является сама невидимая звезда, а вовсе не Руперт, как думали другие ученые. Император создал имитацию НУС, но с важным нюансом. Система могла отвечать на вопросы, но не задавать их. Получается, что Руперт поставил себя в центр системы и в некоторой степени превратился в того самого совершенного ученого, о котором мечтал Шиз на конгрессе футурологов в начале сюжета. Далее идут разнообразные предположения о мотивации императора. И тут у Потавии чуть-чуть срывает крышу. Она хочет провозгласить себя гением из пророчества. Это тоже было в начале истории, если вы забыли. Ученая подключает сознание к ядру, и все скипетры мгновенно собираются в цельную нервную систему. Но перед тем, как задать вопрос, появляется полька Кокамонт. И внезапно Потавия ловит невероятную волну демотивации, считая себя недостойной коронацией и трона Руперта. Поэтому она отказалась от превращения в совершенного ученого и решила относиться к жизни по старинке. То, что испытала Потавия в тот момент, мы представить не можем, ибо виртуальная вселенная не вывозит. Ученая получила знания, связанные с селитонами, которые не могла понять и осознать. Таково прикосновение Нус. После неудачной коронации скипетры стали гаснуть, отправляя напоследок Потавии знания. Бедная женщина пытается запомнить все, что видит перед собой, но это невозможно. Наконец, ядро гаснет и становится обычным куском железа. А Потавия судорожно пытается вырезать формулу на металле, исписывая каждый уголок кладбища Руперта. Сохраненная ею формула вошла в историю как проблема очистенного метода поиска селитонных решений. А потом, спустя сотни янтарных эр, Герта ее решила и стала гением. А теперь начинается мякотка. Во-первых, Скруллум оказался прав. Гильдия эрудитов действительно наняла фикциологов, ну или как минимум не мешала им вскрытие всей этой истории. Далее идет размышление о том, что между глупцами и гениями есть естественный барьер, который не позволит обычному человеку вступить в общество гениев. Имха – сомнительный вывод, ибо Потавии точно помешала Полька. Выйдя из виртуалки, пережевываем эти мысли по второму кругу. Но гении все равно собираются рискнуть и влезть в зону непознанного, чтобы добраться до правды. И перед этой миссией Герта внезапно говорит, что в случае чего нам надо резко бежать. Скруллум и Герта начали отматывать время виртуальной вселенной, чтобы найти нужный участок аномалии. Но внезапно кто-то останавливает время. Полька – Кокамонт! И она очень недовольна, что мы лезем не в свое дело и готовы сделать чик-чик скальпелем. Но у нее есть какие-то садистские наклонности, и она дает нам фору перед охотой. Герта говорит, беги, Форрест, беги! Голодные игры начались. Для объяснения силы Польки нам демонстрируют ее извращенное использование эффекта бабочки. Ружье стреляет. Формулируется термин просто. Незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия в совершенно другом месте. Самый избитый пример – это взмах крыла бабочки на одном континенте может вызвать тайфун на другом. У Польки вообще иной принцип. В области Познанного она может управлять любыми вероятностями и получать нужный результат. Например, ее бабочка с шансом одна сотая процента уничтожила нейтронную крепость. Мотивация Польки оказалась довольно простой. Она убивает гениев, творит массовую резню, подстрекает воины, чтобы уничтожать хаотические вероятности. В ее понимании проектирование будущего позволяет Нус проще вычислять вселенную. То есть, в какой-то степени Полька действительно наемная убийца Эона Эрудиции. А в глобальном смысле это нужно, чтобы мир раньше времени не пришел к завершенности. И что-то после всего этого мне хочется назвать терминусом воплощением Ханкая. А Нус своими вычислениями и руками Польки как будто бы по-своему оберегает разумную жизнь, не давая ей быстрее развиться. Слушайте, а вот какая мысль пришла в голову. Доктор Примитив откатывает существ к заводским настройкам, то бишь к обезьянам. Таким образом стопоря некоторые цивилизации. И если верны догадки Герты, то и Полька может быть связана с этой организацией. А что если устройство 9 реально занимается тем, что замедляют приход завершенности? Интересная теория, но пока малой информации. Спасибо Ред Арчеру за наводку. После этой длиннющей перепалки Польки и Герты нам сначала на помощь прибегает Стивен Ллойд, а затем скрытую лазейку в коде использует Джоан Мэй. Начинается финальный батл. Из всех уголков виртуальной вселенной на Польку нападают данные. Каждый ивент, который мы проходили, каждый персонаж. Но ловушка не срабатывает. Владычице Безмолвия удается вернуть мир к порядку. Саспенс достигает пика и кажется, что нас сейчас будут резать скальпелем. Но внезапно Полька смеется и атмосфера меняется. Виртуальная вселенная наполняется радостью, эйфорией и безумием. На сцене воплощается аха. Все сущее начинает смеяться и это реально крутой поворот. Не думал, что буду когда-нибудь настолько рад видеть этого эона. Даже не удержался и выбрал соответствующую реплику. Оказалось, что единственный гений, который не помогал нам в пути, экстренно переписал основные идеи системы. Аха провозглашает, что вселенная шутка сумасшедшего, хаотичная и непознаваемая и переписывает область познанного Польки как Амонт. Герта капельку рана начинает праздновать победу и говорит, что раз уж появилась владычица безмолвия, значит мы подобрались к границе круга знаний. Полька с абсолютным покерфейсом сообщает, что как и все гении до этого момента, ответа мы не узнаем. В конце концов, Герта все-таки пытается уломать владычицу безмолвия, стать пятым членом команды виртуальной вселенной. Но убийца гениев отказывается, так как их взгляды противоречат в самом главном вопросе. Полька оканчивает представление ультой, скальпель разрезает данные на кусочки, виртуальная система скипетров гибнет, Герта не может задать свой вопрос. Нас немного хвалят и не убивают, так как наша команда теряет возможность выбраться за пределы круга знаний, по крайней мере на данный момент. В какой-то степени это можно назвать победой. Некоторые игроки посчитали, что эта сюжетка опровергает теорию о том, что полька как амонт скрывается за личиной химика, но это не так. Владычица безмолвия может свободно воплощаться в причинно-следственной цепи и управлять ею. Я даже подозреваю, что польке ничто не мешает наводить суету в разных частях вселенной при желании, да и не факт, что здесь был ее настоящий разум. А мы теперь ждем получится ли затащить в команду Юй Центу. Это близкая подруга Жуан Мэй и тоже довольно древняя девочка. Вы можете знать ее по ивенту виртуальной вселенной, который связан с двумя коктейлями. Бедный Стивен Ллойд испытал невероятный стресс, но решил сделать себе такую же маску как у Польки. А сам с Криллом по итогу приключения начал считать, что просолитон вселенной. Все сущее одновременно хаотично и предопределено, потому что разнообразные пути постоянно перетягивают канат и давят друг на друга. И мы получаем очередной тизер войны эонов. На стене отсека в реальном мире Полька оставила крайне милое послание и ачивку. Я присоединюсь к вам только в одном случае, когда мой скальпель проткнет глотку какому-нибудь гению. Если после сюжета еще раз пройти виртуалку, то открывается последний секрет эонов, некое послесловие, которое заканчивает историю Потавии. И, честно говоря, я не могу внятно объяснить, что тут происходит. В конце жизни Потавия была прикована к постели. К ней пришла Герта и продемонстрировала законченный чистый метод поиска солитонных решений. Еще и наврала бедной старушке, что она ученая, а не гений, чтобы подарить ей покой и удовлетворение. На удивление эмпатичный поступок. Заканчивается разговор весьма философский. И я в душе не знаю, как Герта вернулась в прошлое и пообщалась с Потавией. И это не просто симуляция виртуальной вселенной. 1 ноября Михаё выпустили небольшую статью с очень-очень-очень кратким пересказом сюжета виртуалки. Прямая цитата из этого опуса. Однажды к ней пришла девушка, преодолевшая время и пространство, чтобы показать ей доказательства численного метода поиска солитонных решений. Да и сам вот этот параграф назван как диалог вне времени и пространства. Мне кажется, что это сделано ради пущего драматизма, примерно как сцена с кассетами из Интерстеллара. Лорного объяснения у меня нет. Извините, что опять видео на полчаса. Честно, я пытаюсь складывать мысли предельно лаконично, но лора в игре уже слишком много и особенно взаимосвязей внутри него. Во вторую часть разбора новой виртуалки пойдут 18 глав собрания заурядностей, разнообразные интересные детали связанные с диковинами и одна крайне безумная теория, плюс несколько небольших домыслов. Напоминаю, что новые ролики бесплатно размещаются на Бусти. Не забывайте подписываться на Твич и Телегу, чтобы мы не потеряли друг друга. Спасибо за внимание и поддержку. Я абсолютно кончился после этой работы и мне требуется некоторое время, чтобы пережить лорное похмелье. Делитесь мыслями и ощущениями. Всем удачи в гатче и пока-пока. Субтитры и субтитры и субтитры до конца. Продолжение следует...